Шойгу заявила о готовности России к конструктивным мирным переговорам, и мне понравилось, что он сказал, мы ведем действия по спасению населения, ну, то есть, понятно, алиниевод, мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Какого населения? Кого он спас? Геноцид – это уничтожение народа, да? Кого уничтожали? Пусть они цифры-то хоть одну. Я слышал про то, как бомбили 8 лет, убивали цифры, дайте, что это был геноцид. Вот сейчас геноцид, да, когда тысячи людей гибнут, и Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров. То есть, у них шизофазия, полный разус. Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора, ну, то есть, воюем. Но Россия открыта к проведению конструктивных мирных переговоров. То есть, если согласятся на переговоры, то можно продолжать и геноцид, и террор, и все остальное. Блять, ну, что в башке? И вот кто-то слушает вот эту хрень. И предложил поднять предельный возраст призыва в армии с 27 до 30 лет. Ну, то есть, чтобы закон-то у них имеет обратную силу. Сейчас, если они это примут, то те, кому до 30 лет, они всех в армию загонят годовинно. И численность хочет увеличить до полутора миллиона человек. Говорит, что необходимые 300 тысяч они собрали, 20 тысяч на войну отправили добровольцами, 20 тысяч на войну. 120 стали героями России, более 100 тысяч получили госнаграды, 830 тысяч человек освободили от призыва. Говорит, что определенные трудности были. А трудности в чем? В том, что им не одеть небо, что людей, не оружие дать, ничего, они же все разворовали. И сейчас, когда говорят, что будет массовая мобилизация, не будет массовой мобилизации. Они что, их в лапте оденут и палками вооружат? Пока они оружие не достали, пока они обмундирование не достали, они мобилизацию проводить не будут. И мобилизация проводит определенные задачи. Они могут послать этих людей на Киев. А с чем они пошлют? Там Киев защищают джавелины, лавы, леопарды, хаймерсы и прочее, прочее. Можно перечислять еще очень долго. Они с палками, что ли, пойдут? Поэтому для того, чтобы удерживать линию фронта, такого количества, которое они набрали, хватит. А лишних куда? Их надо кормить, одевать, обувать. Поэтому они подождут, пока этих зачистят и будут постепенно туда докидывать. И будут рассчитывать на то, что сейчас проломит определенное международное преступное сообщество, проломит мирные переговоры. Именно за этим выдернули Зеленского к Байдену и будут сейчас наезжать, давай соглашайся. Там же для Путина принципиально Крым. Да, и сейчас они будут Зеленского бодать, чтобы он не претендовал на Крым. Все сейчас, вот в настоящий момент, все, режим Путина зависит от Зеленского. И если Зеленский сейчас согласится, то режим Путина еще устоит. Если Зеленский скажет, ни хера эти территории Донбасс и Крым, возвращайте, все, режим Путина, конец, как только Крым перейдет Украине. Я к чему имел в виду, что вроде у него МОБ-резерв до 20 миллионов. Так это или нет? Ну, все зависит от того, сколько людей в России. Ты же понимаешь, но МОБ-резерв это, опять же, если возвратиться к той же работе Штеменко, он вспоминает, что Сталин сказал про Гитлера, что это авантюризм, в связи с тем, что он столько людей набрал в армии. Поэтому такого МОБ-резерва, конечно, нет. Тогда все встанет. Представляешь, что это фактически все люди, которые способны в руках держать оружие. То есть, отбрасываем детей, стариков, женщин и так далее. И все. То есть, это получается у него все военные, да, все полицейские. Если полицейских тоже записать в МОБ-резерв, да, ну, то есть, это все работники Газпрома, которых там что-то немыслимое. Ну, вообще, газово-нефтяного сектора, их всех работников, 6 миллионов человек. Если их в МОБ-резерв записать, ну, а кто тогда газ с нефтью будет качать? Поэтому сложно. Никаких, конечно, у него 20 миллионов нет и быть не может, потому что экономика просто этого не выдержит. Если их каждый день будут убивать, он их будет туда кидать, а там их будут убивать, но там кое-как снарядил, лапти надел, да, там палки в руки дал, туда отправили, их там зачистили и следующих. Тогда, может быть, он и больше, чем 20 миллионов отправит туда. Но даже если просто одеть в ботинки людей, он 20 миллионов ботинок для них не найдет. Это надо без дома приносить, будет свои, понимаешь? Да, вот пишет «Слава, завтра похороны папы одноклассники с моей дочерью, я не могу ума держать, когда думают люди, когда каждого затронет эта беда». Я так понял, что его убили на этой специальной военной операции, он там погиб, судя по всему, ну, если вы это пишете, да. Ну, что я могу, ну, у меня нет слов, люди отупели, а самое главное, что они даже нормально воспринимают эту рекламу. Ты видел эту рекламу для психбольных, что там сынок покупает папе, идет, чтобы купить папе машину, а папа идет на войну, чтобы купить дочери телефон, ну, то есть просто ест какой-то. То есть не за родину там, не за счет, а они идут, ну, потому что понятно, что уже никто не верит, какая родина, сумасшедший Путин, гнида, одна плешивая, послал людей умирать, а они пошли, да, и живут. Я, кстати, пока ты рассказывал, знаешь, как они тут мобилизуют, мне вспомнилось, недавно прочитал, может, полгода назад, воспоминания о Великой Отечественной или Второй мировой войне Никулин, но не актера, а просто какой-то там был, он, по-моему, был заведующим чуть ли не этого, Эрмитажа потом. И он там попал, знаешь, в армию, там, в Ленинградский фронт, сразу на Ленинградский фронт с этого, с училища, он там был какой-то радист в радиосвязи, там, он там, к артиллерийскому там полку. И вот он там просто, знаешь, описывает такие, ну, достаточно жесткие воспоминания, что там просто, знаешь, штабеля трупов, знаешь, на высотку. Командиру назначают, приказ, пошел, не выполнишь к стенке, он, знаешь, батальон туда кидает, они ложатся, вот, командир там, знаешь, либо там пьяный, либо там стреляется, либо убивает в конце концов. Следующий приходит, два батальона туда. Вообще, в конце концов, что там, вот они там зимой там фигачились, там, 3-4 месяца. В конце концов, просто немцы сами взяли, блядь, отошли, потому что они тоже там теряли свои эти. То есть, вот, опять, знаешь, не умением, не качеством, а количеством. То есть, я думаю, что, знаешь, Путин особо-то не заморачивается, что мы это можем делать. Сколько там у нас там, 20 миллионов они, по-моему, могут под ружье потихоньку ставить. Ну, а это там половина населения, значит, особенно, там, после 5 миллионов убывших из Украины, это полонаселения страны. То есть, они просто, значит, хотят, я думаю, количеством завалить. То есть, ну, будем вот так, значит, посылать хрен с ними, с русскими, пусть они там ложатся. Бабы потом нарожают опять. То есть, видишь, как вот в свое время немцы раньше или позже просто плюнули, отошли от своих позиций. Как бы, значит, такого же тоже не получилось. Я так понимаю, Зеленский начнет, значит, возмущаться, ему скажут, ну, все, забудь о патриотах, забудь о хаймерсах, забудь там о вот этих атораксах или как они там называются, о камсе какие-то. Вот с дальним там, с дальностью полет там за 250 километров. Я не знаю, что он будет делать. Понимаешь, что там на одном умении, как бы в патриотизме не выйдешь. То есть, тут нужно оружие. То есть, Запад может там на него... Ну, не знаю, в Запад тоже он не равнозначный. То есть, кто-то с удовольствием, я думаю, прекратил бы поставки денежные и вооружений прямых. Как ты правильно сказал, значит, там этот конфликт интересов. Кто-то, наоборот, на этом может, значит, поиграть немножко, значит, в политических своих целях. То есть, я думаю, Зеленскому просто надо свою волю показать четко, чтобы у него было на лице написано и в словах, что ни шагу назад Путина додаем до конца. И я думаю, Запад скиснет. Да, у них нет таких, знаешь, ни рычагов, ни лидера, который мог бы так, знаешь, сказать Зеленскому, что завтра ничего не будет и выезжайте сами на этом. Все уже завязаны слишком глубоко. То есть, я надеюсь, что он, значит, стукнет кулаком по столу и все будет нормально. Да, ты сказал про 20 миллионов армии, которая в Советском Союзе была. Если верить Штеменко и его работе генеральный штаб во время Второй мировой войны, то он докладывал Сталину по окончании войны, что на пике армия Советского Союза составляла 13 миллионов 300 там с чем-то тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok